Мы поговорим о разработке минимального полного фреймворка для старта автоматизации на примере Селениума. Мы говорим о UI-ном фреймворке. Тут даже не только Селениум, тут будут конкретно примеры с использованием Селенида. Эта презентация частично повторяет нашу вторую презентацию с Сергеем, потому что здесь будут применяться UML-диаграммы, которые общие для любого подхода. Но тем, возможно, проще она будет для восприятия. Опять же, короткая легенда. Это псевдо-UML, это нереальный UML. Вот как выглядят три основных слоя и любой UI-engine. На первый взгляд, выглядит не очень понятно, но на самом деле все очень просто. Может быть, есть вопросы по этому картинке? Да я по глазам вижу, что не буду задавать. На самом деле там все просто в душе. В душе там все очень просто. Важно другое. Вот мы взяли и использовали Яндекс.Веб.Элементс, и та же самая картинка стала значительно сложнее. Хотя мне очень нравится эта библиотека, и это действительно легковесное, элегантное решение. Это просто лишнее напоминание о том, как важна визуализация. В коде мы этого не видим. А вот как только мы нарисовали, мы видим все дополнительные связи и дополнительные сложности. И вот как у нас все это выглядит на примере какого-то реального проекта. Вот у нас есть три основных слоя. Бизнес-экшены, лоу-левел-экшены и пейдж-обжекты. И у нас есть любой UI-энжин. Может быть представлен таким образом. Неважно, да, это на базе Селениума или на базе любого другого решения. Он все равно будет представлен примерно таким образом. И вот что мы видим в рамках даже структуры проекта. Вот у нас есть пейджи. Это явно пейдж-обжекты. И, возможно, лоу-левел-экшены. А, возможно, еще и бизнес-экшены. Все зависит от того, как мы эти три слоя организовали. Постройку мы говорим о минимальной, полной. То я рекомендую начинать со следующего. Что у нас статические страницы. То есть у нас статические пейдж-обжекты. У нас значение, да, каких-то, ну вот, грубо говоря, способ группировки и способ достучаться до конкретного элемента пользовательского интерфейса. Это просто private какие-то поля. У нас low-level-экшены – это private методы в статическом классе. А бизнес-экшены – это public методы. И мы видим, что у нас есть локатор properties. То есть вот это тот самый внешний файл с локаторами. В простейшем виде он будет один. Мы говорим о минимальной, полной. Потом это может быть группа файлов. Либо вообще на файловой системе некоторая структура. Папка, в ней какие-то подпапки, да, общие, технические для конкретного заказчика, для конкретного, не знаю, региона, например. И непосредственно тест. Да, вот у нас все видно. Есть тест, есть некий Selenium Helper. Есть вот page object и прочее, и прочее, и прочее. Как все это выглядит, да, опять же, на уровне фреймворка. Мы видим, что у нас есть набор page A, у нас есть набор хелперов, у нас есть какие-то базовые классы. Ну, нечто совсем базовое, да, такие как test, base, да, page object, там, base и так далее. Ну, и, да, какая-то инфраструктура. И давайте посмотрим еще раз на UI Engine, да, на три основных слоя. Что у нас есть обязательно голый Selenium. У нас есть варапер над Selenium. Причем желательно брать готовый к использованию. Не стоит изобретать велосипед. И у нас есть некий хелпер, который может состоять из считанных методов, буквально 1, 2, 3, в рамках статического класса, но которые важны специфично для нашего домена, для нашего конкретного приложения. UI Engine лучше всего оформить в виде Smart Singleton. И мы видим целый ряд вопросиков, целый ряд вот каких-то дополнительных вещей. А давайте я попробую задать вам вопросы. Да, у кого в компании есть самописный варапер над Selenium? Поднимите руку. Да, практически то ли все стесняются, то ли ситуация изменилась. На самом деле это замечательно. Потому что так обидно. Вот за ребят, когда ты проводишь собеседование, вроде бы у человека 3 года опыта, 4 года опыта. Но он ни разу не видел голого Selenium. Он пришел, в компании уже написан варапер. Этот варапер закрытый. Да, соответственно, он его применить снаружи не может. Голого Selenium он не видел и снаружи его применить не может. И ты задаешь ему вопрос, и он сразу говорит. Да, в рамках нашего варапера это так. В рамках нашего варапера это так. А как написано у нас варапер? Ой, я его не писал. Теоретически так, а вообще не в курсе. И вот вроде как 4 года опыта. Да, вроде как опытный специалист. Но как его применить в мирных целях, совершенно непонятно. Поэтому это на самом деле хорошо, что вы так массово не поднимаете руки. А еще один вопрос. Для чего с точки зрения бизнеса может понадобиться самописный варапер? Например, гарантирую, что ничего не изменится, и ты самоподдерживаешь себя. Да, безусловно. Но варапер чужой дает те же гарантии. Ну, как бы кроме того, что его как-то могут развивать и так далее. Ну, вот ты взял его версию конкретную. Не знаю. Selenium версия. Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. И все. Вот вы зафиксировались и получили те же гарантии. Зачем это может быть нужно? Каналово не пытаюсь. Это необычный домен, в котором надо работать. То есть, вот функционала не хватает, это очень маловероятно. Потому что Selenium, в чем его минус? И почему так много вараперов над Selenium? Потому что это и так низкоуровневый API, на котором можно написать все. Это из серии. Знаете, у меня для ассамблера функционала не хватает. Подождите. На ассамблере можно написать все. Вот точно все. Да, то есть, не хочется, но можно. Поэтому, как правило, дело не в недостатке функционала. Наоборот, в его сужении и добавлении какого-то синтексического сахара. Вот комментарий по поводу специфического домена мне очень понравился. Яркий пример. Вот вы можете посмотреть видео с конференции X-Tacto, которая, кстати, в Питере проходит. Она посвящена обеспечению качества для биржевого ПОО. Основной партнер конференции – лондонская биржа. И там будет 50 докладов о 50 самописных в раперах над Селениумом. Каждый из которых заточен под решение, под тестирование именно вот такого домена. Где есть специфический UI, где есть графики, где нужно обязательно работать с этими двумерными графиками и так далее. А для чего еще с точки зрения бизнеса может понадобиться в раперах? Либо какое-то подобное решение. Ну, может быть, более читаемый код будет. Не обязательно даже. Ну, зачем писать свой, да? То есть, есть же готовые, которые дают достаточно читаемый код. Ну, ладно, для биржи действительно может быть какой-то DSL-based, где будет прямо в терминах, ну, биржа, чтобы вот человек, связанный с этой областью, как-то легко понимал. Да, какие версии есть еще? На самом деле, больше был вопрос. А вы скажете, как X-такто правильно пишется? Наверное, X-такто. Ну, как бы E, ну, по-английски E, X, T, A, C, T, O, наверное, X-такто. Вот так как-то. Да. С точки зрения безопасности, что, ну, не используют какие-то левые, ну, библиотеки, т.е. С одной стороны, да. С другой мы все равно внизу используем free open source Selenium, куда при желании, да, взяли, сделали нужный коммит или банально договорились с Баранцевым, да. Вот договориться с, не знаю, с Hewlett Packard, наверное, сложнее, да. А вот договориться с конкретным человеком, да, вот, даже не надо договариваться. Я у Баранцева дома жил, да, как бы вот просто прорваться до компьютера и сделать коммит, вовремя нажать, просто и все, да, и все. И Алексей не заметил ничего. И ты дальше пьешь чай и говоришь, ну, да, да, и все, да. А там уже пошел, пошел, значит, вредоносное ПО. На самом деле, да, лирическое отступление, порой даже исправление ошибок производится вот таким вот странным образом. Не буду показывать пальцем на представителей компании, но это система резервного копирования. И так вышло, что бэкап, да, то есть, грубо говоря, резервная копия данных, которая отправляется на сервер, она собиралась неправильно. И чтобы исправить эту ситуацию, был написан собственный вирус, которым заражался, да, вот компьютер носителя этого программного обеспечения. И этот вирус, у него была одна задача, исправить вот этот конкретный баг, чтобы делать бэкап правильно. То есть, да, и для ребят с инженерной точки зрения задача очень интересная. Да, но вот для заказчика, так еще же надо было обойти, чтобы стандартные антивирусы с ним не поборолись. А то случился апдейт ПО, и там сразу, там, Касперский начинает. Дэнджа, дэнджа, да, у вас там что-то плохое происходит. На самом деле, вы не поверите. Когда у вас есть собственный продукт, вам гораздо легче вступить, например, в ПВТ, ну вот в Парк Высоких Технологий в Беларуси, да, то есть, ну, получить пониженное налогообложение. Вам гораздо легче получить инвестиции. Поэтому открою секретное комбо куплетистов. Есть компании, очень крупные, даже в тысячи человек, которые заявляют, что у них есть собственный продукт, например, на базе Селениума. По факту, это сидят обычные автоматизаторы и пишут обычный код. Но официальная версия такая. И благодаря официальной версии, они гораздо легче получают инвестиции и, более того, могут вступить, например, в Парк Высоких Технологий для пониженного налогообложения. Мы же стартап. У нас собственный продукт для автоматизации. Ну и что, что он только на бумаге? Автоматизация есть? Есть. Все. Значит, все сошлось. Поэтому это просто к тому, что вы не удивляетесь, когда будете проводить собеседование или когда придете на работу, устроитесь, да, и вам будут сразу же скармливать какой-то врапер над Селениумом. Это не надо сразу ставить ярлык, что там, не знаю, некомпетентные люди или вот впустую потратившие время. У них могла быть конкретная бизнес-цель. И они ее добились, как бы, и они деньги свои там получили, выиграли. А еще такой вопрос. Вот я регулярно говорю статический пейдж-обджект, статический пейдж-обджект. А почему статический? Чем он лучше классического класса? Ну, создали объект, чем плохо? Какие есть версии по этому поводу? Ну да, нет, ну, безусловно, да. То есть, ну, можно же сразу сказать, так мы же можем сделать фабрику, которая будет создавать нам, да, или возвращать, или фабрика же может быть одновременно с синглтоном и будет возвращать вот этот единственный объект страницы. То есть, все вроде как замечательно. Зачем нам паром занимать? Есть ресурсы? Ну, на самом деле, ну, в автоматизации уж точно. То есть, преждевременная оптимизация – это наибольшая из зол. Да, у нас еще ничего не готово, а мы уже пытаемся сэкономить там, не знаю, мегабайт оперативной памяти, а то и не мегабайт, а килобайт. Да, давайте у нас сначала хоть что-то заведется. Да, это как с машиной, там, с проектированием. У нас еще колес даже нет, даже деревянных. А мы уже думаем, ай-яй-яй, она будет 8 литров топлива или 7 на 100 километров ездит. Да, давайте она сначала хотя бы под горку поедет уже без всякого топлива, да. На самом деле, как только мы создаем в нашем программе или в нашем решении по автоматизации хотя бы один объект, мы сразу же получаем stateful решение. Дальше пустой, вот просто system object, там, new object сделали, там, грубо говоря. Потому что у него есть время жизни, то есть дата создания и дата смерти. А в менеджт-языках все еще страшнее, да, дата создания, дата, когда он помечен, да, гарбач коллектором, как удаление, а дальше включается вообще магия достаточно сложная и нетривиальная, которую мы оставим за скобками. Мы настолько привыкли, что у нас все языки объектно-ориентированы. Ну как, надо сразу же создать объект. Вот нас еще никто даже не спрашивал об этом, а мы уже вот до ручки сами тянутся. На самом деле, нужно на секунду прерваться и подумать, что мы выигрываем, создавая объект. На самом деле, я даже сталкивался с ситуациями, когда заказчик такой смотрит, код-ревью, говорит, не знаю, я не понял, ерунда какая-то, ни одного объекта не создано, вроде все тестируется, вроде, ну, какая-то вообще, ну, не понимаю я этого, да, что-то странное. То есть, даже иногда это можно вот какой-то политический микроконфликтик получить. Но потом, когда ты показываешь, ребята, дозовите нас хоть с Сузанной, да, но мы за две недели сделали то, что обычно ваша команда делает за два месяца. Да, вас это устраивает? Говорят, да ради бога, да, хоть с объектами, хоть без объектов, когда вы так быстро пишете, то есть, все замечательно. То есть, без объектов писать гораздо проще. Поэтому начинать нужно, когда у нас нет в явном виде вот какой-то задачи, которую нельзя решить статически. Начинать нужно со статического решения. Разница такая же, как между картинкой и фильмом. Да, ну вот с картинкой, насколько она проще, чем там киноискусство. Вот фотографию может сделать каждый. А вот операторы не дадут соврать, качественно снять, это не так просто. А если это еще нужно смонтировать, что-то с этим сделать, эта задача совсем непростая. Поэтому не стоит торопиться. И вот, да, наша псевдо-UML диаграмма. И как все это выглядит, вот, да, UI Engine реализация. Да, в качестве врапера мы выбрали Selenit. Да, мы непосредственно не используем WebDriver только через Selenit. В некоторых случаях, да, нам приходится от Selenit получать голый Selenium. Но в очень-очень-очень редких случаях мы хотя бы никогда не используем непосредственно. И у нас все просто, как бы быстро и красиво. Да, не знаю, насколько видно, да, ни на сколько не видно, понятно. Ну, в первом ряду, может быть. Ага, все, вот сейчас звук должен был появиться. Да, но даже сейчас видно, что у нас совсем немного строчек кода. По крайней мере, кода немного, и он выглядит просто. Да, это уже неплохо. Ну, по крайней мере, даже издалека он не вызывает содрогания. Да, потом, ну, мы же все презентации с вами поделимся. Плюс в рамках этой презентации можно будет прямо скачать пример проекта. Поэтому, да, тогда станет понятней. Да, тут еще хуже, да. Хорошо, здесь показано, что мы использовали самописные вейтеры. Да, что у нас в хелпер входят самописные вейтеры. Да, непонятно, да, насколько, как он реализован. Да, то есть у нас есть, вот, прямо там написано по умолчанию тайм-аут, сконфигурированы и прочее. Важно другое. Посмотрите, как немного строк кода. То есть вот это весь хелпер. Да, вы потом вчитаетесь в него внимательно. Я, да, извиняюсь, что он плохо виден. Но в любом случае, вот вы сколько раз открывали решение по автоматизации, там сразу челюсть отваливается. Потому что там столько кода. Ты листаешь листы, когда же это вообще закончится-то все. А здесь, по крайней мере, видно, что это маленький кусочек кода. Пока непонятный, но маленький. Опять же, вот это весь хелпер по работе с локаторами. Опять же, сразу видно, что кода немного, не видно, что за код. Но хотя бы понятен масштаб трагедии, что кода очень и очень немного. Да, вот мы возвращаем конкретный тип локатора. Опять же, мы их локаторы распарсили. Грубо говоря, вот у нас есть внешний файл с локаторами. Мы взяли, прочитали и вернули нужный там find, buy нужного типа. Все равно это видно, что это какой-то свитч. И он все равно очень небольшой. К сожалению, не видно вам какой, но небольшой. Это пример того, как выглядят внешние локаторы. Опять же, все достаточно просто. Нет, ну локаторы длинные, но сама по себе структура файла. Это там несколько параметров. То есть, нам нужно указать логическую страницу, нам нужно указать тип локатора. Ну, это по ID, по XPAS, по CSS, да, еще каким-то образом. Их же всего буквально 5 способов идентификации. Возможно, мы ввели свой собственный, да, можно же расширить там. Шестой способ. По картинке, например, вот мы решили ввести SQL Script, сделать его составной частью, например, банально для того, чтобы работать с двумерной графикой. Для того, чтобы вот поддерживать наши там тренды, биржевое ПО. И дальше само значение. То есть, это не так много. А вот как выглядит наш пейдж-обджект. И все равно мы видим, что, ну вот сверху, да, явно понятно, что это у нас какие-то пейджи. Ну, в смысле, какие-то элементы управления. Но самое главное, что у нас все методы состоят из двух строчек. Не более того, не видно отсюда каких двух строчек. Но всего лишь из двух. Это говорит о простоте. Ну, вы потом просто скачаете, посмотрите презентацию. Извиняюсь, что это просто дефолтовая тема, грубо говоря, да, для работы с IDE-шкой. И она оказалась нечитаемой. И дальше идет немного теоретических материалов, да, что такое пейдж-обджект, с чем это едят. Да, вот бизнес-экшены. Тоже, ай-яй-яй, целых в реализации каждого метода две строчки кода. Это тяжело, конечно, для восприятия и понимания. Идут целый ряд, да, линков. И вот, как у нас есть 3A rule, да, и как у нас происходит взаимодействие с нашим классическим решением, вот, простейшим. И, опять же, смотрим, вот, как выглядят хелперы в рамках 3A в тесте, как выглядит наша UML-диаграмма в худшем случае, как выглядит ACT-фаза, и как она выглядит в рамках нашего теста. Как выглядит ACT-фаза, и как выглядит, опять же, ACT-фаза в рамках нашего теста. Ну, и дальше идут вот примеры на базе HTML. И для того, чтобы сравнить, да, вот стало гораздо, вроде бы, внешне все выглядит просто, но как только проект начнет разрастаться, все станет гораздо сложнее, потому что UML-диаграмма у нас уже вот такого типа. И вот мы сравнили, да, было так, стало эдак. Работа с глобальными сущностями, запуск в параллели, да, определенная терминология. И, в общем, вот как все это выглядит. Да, как суслик, видите, нет, да, и я не вижу, а он есть. Вот и с нашей презентацией то же самое. Да, вы поднимали руку. Вот у меня вопрос. Да, да. Я хочу прощение и диаграмму. Вот я вчера я предлагал ввести хелперы, рядом с фрайпером поставить. А если, почему мы не можем для упрощения, если мы делаем какой-то свой хелпер, он нам обязательно нужен, чтобы через него обращаться к фрайперу. Можем. Схема же проще. Схема получается проще. Просто важно еще понимать, сколько мы платим за простоту. Когда мы вот упростили, скажем так, мы избавились от лишней зависимости, например, от головы с лениума, вот это сделать легко, просто выбрав правильный вврапер. То есть мы потратили один раз, провели некое исследование, потратили пару дней времени и вообще раз и навсегда решили, что вот эти три вврапера вошли в топ и дальше мы вот просто за пять минут, да, это упрощение получаем. А вот чтобы нам обращаться через хелпер, да, то есть по сути избавиться, например, от селенида и сделать хелпер, который бы заменил селенид и его расширил, то какие здесь могут быть варианты? Мы либо написали extension, если язык это позволяет, либо я просто уже не помню, позволяет ли Java, я с большим количеством языков работал, я не буду вводить вас в заблуждение. Опять же, Java 7, Java 8, не буду вас обманывать, но есть понятие extension, то есть если позволяет extension, тогда действительно так будет проще. Если не позволяет extension, значит нам нужно отнаследоваться, да, и полностью реализовать интерфейс, и почти все методы будут состоять просто из одного вызова, да, грубо говоря, наш фрапер вызывает один метод, одноименный, причем, скорее всего, метод селенида. И только каких-то три дополнительных, да, метода, которые выходят за рамки этого, тоже не идеально. С другой стороны, то есть тут как подходить к этому, мы же можем поиграться, Java managed язык. Пожалуйста, мы через reflection написали парсер, который у нас взял все сигнатуры, да, селенида, написал кодогенератор, который будет как бы вызывать их внутри, и написал заглушки для наших трех методов, да. А мы их взяли и реализовали. Вроде как, ну, как бы, получается элегантно. То есть вопрос в том, сколько мы хотим за это заплатить. Опять же, еще есть понятие принцип наименьшего удивления. Может быть, мы один раз сделали вот такой парсер-генератор. Может быть, затем мы его применяем по щелчку пальцем. Ну, вот приходит молодой специалист и такой смотрит, такой, да ладно, у вас что, своя вещь? Да, разрядился. Нет, не разрядился, да, просто умер временно. Что, да, потерял сознание наш engine, да, для записи звука, там, наш микрофончик. Поэтому важно не нарушать принцип наименьшего удивления. Поэтому здесь надо взвешивать и собраться с командой, и, возможно, собраться с представителями заказчика. Чтобы у них тоже не было вот этого нарушения принципа. Всячески пытаются дать понять, что пора заканчивать это обсуждение, да, хватит, остановитесь, а мы не останавливаемся. Да, прошу. А как Селенин дает доступ к полному Селенингу? Там есть возможность привести его к веб-драйверу. Я сейчас не вспомню, там то ли метод есть конкретный, типа get-web-драйвер, по-моему, есть, да. При желании можно сделать более элегантно, но менее безопасно. Это неявное привидение, типа, да. Ну вот мы просто написали интерфейс веб-драйвера, к нему привели, да, Селенинг, и вот дальше мы с ним работаем таким образом. Но просто любые привидения типов, вот такие явные и неявные, они могут происходить с нашего ведома, а иногда и без нашего ведома. И вот мы никак не ожидали этого, а привидение типа произошло. Поэтому тут надо быть аккуратным, без лишней необходимости этого делать не нужно. Может быть, еще есть вопросы какие-то технические? Вы задавайте, не стесняйтесь. Хороший вопрос. Звонок другу. Да, звонок другу, да. На самом деле, Алексей грозился приехать на нашу конференцию, грозился, грозился и уехал в США. Это единственная причина, почему его нет сегодня с нами, иначе бы он сам ответил на эти каверзные вопросы. То есть, на самом деле, он считает, что действительно нужно применять в рапера, потому что Селенинг действительно обладает чересчур низкоуровневым IPI. То есть, он так построен. Более того, если послушать доклад Алексея про историю вообще работы над Селениумом и про то, почему из всех инструментов вообще, да, вот когда он решал, во что же мне заниматься к контрибьютам, да, и какой инструмент сначала сам использовать, а потом еще и развивать. Почему он выбрал именно Селениум, один из недостатков, который он отмечал еще при выборе, был чересчур низкоуровневый IPI Селениума. А значит, однозначно нужны в раперы. Просто в рапер нужен хороший. Но вообще, да, Баранцев за. Но лучше спрашивать у него, да, а то вдруг я вот сейчас возьму и, да, да, я был. Ну, это же не значит, что я могу решать за него все вопросы, да, включая, да, финансовых, да, там, не знаю, еще там каких-то, да. Да, но вы задавайте, задавайте и такие, да. На самом деле, просто в Software Testing.ru мы вместе проводим довольно много тренингов в России. И Баранцевы, будучи очень гостеприимными людьми, порой прямо приглашают пожить у них. Я стараюсь отказываться, чтобы не, ну, как-то все-таки не навязываться людям в гости. Я могу и в гостинице пожить. Но если нужно встретиться, обсудить какие-то вопросы, то так получается, что ты остаешься у них ночевать. Вот такое вот неожиданное лирическое отступление от минимального фреймворка. Может быть, еще есть какой-то контрольный вопрос? Да, прошу. Да. А почему речи локаторы в отдельный файл вынести, а не использовать в поисок? Ну, скажу сейчас, с одной стороны, да, мы вводим дополнительный уровень косвенности. Это всегда, ну, в любом случае, это решение как минимум должно быть оправданным. С другой стороны, мы видели, что когда локаторы хранятся непосредственно в Page Object, нам порой хочется применить, например, тот же Яндекс Web Elements. А он тогда от уровня Page Object проводит дополнительную связь к этому враперу. Когда они у нас в файле, мы хочешь, не хочешь, этого сделать не можем. Да, вот мы дополнительно как бы гарантию даем. Руки, руки держи. Да, вот мы эти руки держим. А когда локаторы хранятся непосредственно в Page Object, хорошо, мы об этом помнили, этого не сделали. Пришли наши последователи и, да, не подумав, ввели дополнительную зависимость. Во-вторых, вот все те плюсы, о которых я, наверное, неоднократно уже упоминал. Во-первых, у нас может быть один человек, который прекрасно разбирается в локаторах, и он просто занимается тем, что, ну, чаще всего же локаторы меняются, и он занимается тем, что обновляет локаторы. Не нужно даже джарку нашу менять. Вот наши тесты, часть тестов упала из-за того, что обновились локаторы. Вот он взял, локаторы обновил, и все получилось, как бы снова заработало, все замечательно. Во-вторых, бывают ситуации, когда мы работаем либо с большим количеством браузеров, да, энвайроментов, и сделать универсальные локаторы невозможно. И так у нас будет один файл с общими локаторами и файл. А вот эти 10, которые никак не ложатся в общую канву, для интернет-эксплойера такой-то версии. А вот эти 5 для еще кого-то. И просто при парсинге у нас приоритет, да. Мы сначала смотрим этот файл, да. Если в нем ничего нет, то используем дженерик. Если есть, то эти приоритетнее перед дженерик локаторами. Это еще один плюс, да, как у слоненка с длинным хоботом, да. Вот вам первая выгода, а вот вам вторая выгода. И следующая выгода, если у нас семейство продуктов. Либо мы занимаемся ребрендингом, да, как уже не раз упоминалось. И тогда для некоторых видов ребрендинга, то есть, да, продукт один и тот же, а продается по 10 разными марками. И вот для некоторых видов марок этого продукта требуется чуть иной локатор. Другой пример, это когда у нас для разной географии, опять же, требуется, ну, чуть отличается UI, чуть меняется локатор. Банально США. Вот, не знаю, медицинское страхование в США, прецедентное право. На 99% ПО одно и то же, а на 1% оно зависит от конкретного штата. И вот этот 1% можно в том числе инкапсулировать в внешних файлах с локаторами. Поэтому, то есть, мы имеем целый ряд плюсов. Если этих плюсов нет, то и мы уверены, что мы не совершим вот подобные ошибки и не переусложним систему на ровном месте, то тогда можно, конечно же, непосредственно в пейдж-обжекте эти локаторы использовать, а не во внешнем файле. То есть, да. То есть, тут нет правильного или неправильного решения на самом деле. Ну что, может быть, контрольный вопрос в голову, и можно будет идти как раз вот в основной зал, а подтуда двигаться, да, на автопате. Ну, есть у кого-то контрольный вопрос в голову? Любой. Есть ли жизнь на Марсе? Тоже котируется, да. Есть ли жизнь в Кромисе? Есть, есть, есть отдельная презентация, которую я могу прислать, где рассматривается целый ряд в раперов на джаве. И есть, например, в рапер GDI, который концептуально, принципиально отличен от Селенида, но, тем не менее, имеет право на существование, и некоторым он очень нравится. Не такая большая экосистема, не так много ребят контрибьютит. Поэтому, ребята, если хотите сделать его лучшим, его более зрелым, вы можете просто смело контрибьютить в это решение. Но оно отличается, то есть, грубо говоря, Селенид – это максимально простое в процедурном стиле решение, а GDI – это в объектно-ориентированном стиле, то есть, уже противоположное. И оно не… То есть, максимально простое Селенид и универсальное, а GDI дает целый ряд готовых к использованию элементов. Не знаю. Вот нам нужно работать с модальным окном, с таким-то диалогом. Вот в GDI нам очень лаконично, но придется все написать с нуля. Ой, в Селениде. В GDI мы просто возьмем готовое решение для диалогового окна, либо готового решения для окна логина. Ведь по умолчанию обычно логин у нас происходит, ну, в большинстве случаев, да, не двухфазный, там, не трехфазный, без работы с отпечатком пальцев, а вот Enter Login, Enter Password, Click Submit Button. И вот мы прямо выбрали, можно нам форму логина. И GDI нам сразу дает готовую форму логина. Нам ее нужно минимально сконфигурировать. Поэтому, почему я люблю приводить его в пример. Во-первых, Free Open Source вы при желании можете взять и законтрибьютить. Вам что-то не нравится, сделайте его лучше. А во-вторых, они концептуально находятся, ну, вот на разных полюсах. Поэтому тем интереснее попробовать оба и сравнить плюсы-минусы. Ну что, наверное, на этой ноте я хочу всех вас поблагодарить. Все материалы...